Несколько родственников бывшего президента Назарбаева потеряли свои должности. Государственные СМИ перестали называть столицу Нурсултаном. А сам Назарбаев впервые за три недели после массовых протестов и кровопролития появился в публичном поле и заявил, что находится на заслуженном отдыхе. Здравствуйте, это Азатык, итоги недели. Европейский парламент на этой неделе принял резолюцию по следам январских событий в Казахстане. Депутаты Старого Света заявили, что казахстанские власти отреагировали на демонстрации непропорциональным насилием, применив чрезмерную и неизбирательную силу, в том числе смертоносную. А также широко используют термин «терроризм» для ограничения гражданских свобод. Парламентарии Европы назвали приказ «стрелять без предупреждения на поражение», отданный президентом Казахстана во время режима чрезвычайного положения нарушением международных правовых обязательств уважать и защищать право на жизнь. Ничем не объяснимый приказ «стрелять без предупреждения по людям на улицах» это то, что будет преседать Токаева на протяжении всей его политической карьеры. Подозрительное насилие в ходе демонстрации, которое было использовано в качестве предлога для подавления, нуждается в политическом расследовании. Депутаты высказались за проведение беспристрастного расследования, случившегося в Казахстане с привлечением международных организаций. Они также призвали ввести целенаправленные санкции против высокопоставленных чиновников, которые ответственны за серьёзные нарушения прав человека во время протестов в январе 2022 года. «Против клептократов, пытающихся всеми силами удержаться у власти, нужны жёсткие меры. Давайте будем способствовать тому, чтобы они предстали перед правосудием за преступления против собственного народа». В МИД Казахстана назвали резолюцию Европарламента предвзятой. В день её принятия президент Казахстана Касымжумар Токаев написал в Твиттер, что Казахстан остаётся приверженным своим международным обязательствам и универсальным принципам в области прав человека и верховенства закона. Депутаты Европарламента призывают власти Казахстана прекратить жестокое обращение с задержанными. Правозащитники обеспокоены положением тысяч отправленных под стражу и сомневаются в объективности расследований. Активисты сообщают об избиениях за решёткой. Люди из разных городов говорят, что их сыновей, братьев и мужей, которые выходили на митинги и получили ранения, прямо из больниц забирают силовики. В Алматы полицейские увезли из дома 48-летнего Жасулана Анафияева, отца шестерых детей. Через несколько дней семья получила его тело со следами истязаний. Он умер, когда находился под арестом, под который его отправили, обвинив в участии в незаконном митинге. «Когда начались первые задержания участников протестов, он сказал, мне нечего бояться, я ничего такого не натворил. Он защищал полицейских, которых избивали, говорил, что они тоже казахи, прикрывал их своим телом». В социальных сетях сотни казахстанцев ищут своих родных, пропавших после антиправительственных протестов, которые обернулись в худшей за 30 лет вспышкой насилия. Одни находят близких в больницах, другие – в изоляторах, третий – в моргах. В конце прошлой недели власти впервые назвали число жертв. По данным Генеральной прокуратуры, в январских событиях погибли не менее 225 человек. 19 из них – сотрудники силовых структур. Часть погибших власти называют вооруженными бандитами. Точное количество жертв среди мирного населения так и не названо. Хранивший молчание с начала января Нурсултан Назарбаев на этой неделе выступил с видеообращением. На записи со множеством склеек он заявил, что никуда не уезжал, оставался в столице. Он сказал, что с 2019 года после передачи президентских полномочий Касымжомарту Токаеву находится на заслуженном отдыхе. На самом деле Назарбаев почти 19 лет на пенсии по возрасту. Но это не мешало ему управлять страной. И даже после отставки, как многие считают, он продолжал влиять на государственный аппарат. Назарбаев лишь 5 января покинул пост председателя Совета безопасности, который перешел под руководство Токаева. Причины трехнедельного отсутствия бывшего президента остались неизвестны. Никакого конфликта или противостояния в элите страны нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенные. Слухи о возможных столкновениях между сторонниками бывшего и действующего президентов появились после того, как Токаев, выступая в парламенте, заявил, что при Назарбаеве в стране появилась прослойка очень богатых людей, которым следует поделиться капиталами со страной. Подпитывали эти слухи и рокировки в коридорах власти. Токаев отправил в отставку давнего соратника Назарбаева Карима Масимова с поста председателя КНБ. Масимов и несколько его теперь уже бывших замов отправлены под стражу. Им вменяют попытку переворота. На этой неделе с должности первого заместителя главы КНБ сняли Самата Абиша, племянника Назарбаева. Лишились руководящих постов в национальных компаниях зитья Назарбаева. Кайрат Шерипбаев, которого называли мужем Дареги Назарбаевой, покинул кресло председателя правления «Казахгаза». Муж Алии Назарбаева и Димаш Досанов больше не руководит компанией «Кастрансойл». Миллиардер Тимур Кулебаев сложил с себя полномочия председателя президиума Национальной палаты предпринимателей «Атамикен». В государственных и провластных СМИ перестали называть столицу Нур-Султаном. Город был переименован в честь Назарбаева после его отставки по инициативе Токаева. На этой неделе депутаты Мажелиса одобрили поправки к законам о первом президенте, об Ассамблее народа Казахстана и Совете безопасности. Изменения нацелены на лишение права Назарбаева пожизненно председательствовать в Ассамблее и Совбезе. Сами депутаты назвали эти поправки редакционными и незначительными. За Назарбаевым сохраняется право обращаться к парламенту, выступать в правительстве при обсуждении важных вопросов. Он по-прежнему пользуется титулом лидера нации, который гарантирует ему иммунитет от преследования и неприкосновенности активов. Об активах Назарбаева на этой неделе написали журналисты Центра по исследованию коррупции и организованной преступности. Издание Клооп и Власть. Расследователи посчитали, что Назарбаев через четыре благотворительных фонда контролирует имущество почти на 8 миллиардов долларов. Это банки, телекоммуникационные компании, роскошные отели, курортные зоны, СМИ, собственный самолет стоимостью около 100 миллионов долларов и даже макаронная фабрика. Авторы расследования отмечают, что фонды бывшего президента получают средства от олигархов, которые обогатились на продаже природных ресурсов Казахстана. Вероятно, именно этих людей имел в виду Токаев, говоря о прослойке разбогатевших при Назарбаеве. Эксперты, наблюдающие за ситуацией в Казахстане, не ждут перестройки олигархической системы. Они уверены, Токаев переподчинит олигархов и купит их лояльность. Такими мы увидели главные события недели. Больше на нашем сайте и страницах в социальных сетях. А это был проект «Азатык. Итоги недели». До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok